В свете уже опубликованных и будущих видео для общего развития и систематизации знаний предлагаю обобщенный обзор родов семейства гоминид от более поздних сахилантропов, живших около 7 млн лет назад, до человека разумного, появившегося от 315 до 200 тыс. лет назад. Этот обзор поможет не попасть на удочку к любителям вводить в заблуждение и систематизировать свои знания. Так как видео довольно продолжительное, для удобства в комментариях будет оглавление с таймкодом, благодаря которому можно начинать и продолжать просмотр видео с выбранного рода или вида, если нажать на цифры синего цвета в списке. Сахилантропы Этот род представлен только одним видом чатский сахилантроп. Это вымерший вид гоминид гоминид, возрастом около 7 млн лет. Его череп, по имени Тумаина, что означает «надежда на жизнь», был найден на северо-западе республики Чат в 2001 году Мишелем Брюне. Объем их мозга предположительно 380 см кубических, примерно как у современных шимпанзе. По характерному расположению затылочного отверстия, ученые считают, что это самый древний череп прямоходящего существа. Сахилантроп может представлять собой общего предка людей и шимпанзе, но есть еще ряд вопросов к его чертам лица, которые могут поставить под сомнение статус австралопитеков. Кстати, принадлежность сахилантропов в человеческой родословной оспаривают первооткрыватели следующего рода с единственным видом Арарин тугенсис, род Арарины. Включает один вид – Арарин тугенский или Человек тысячелетия. Этот вид впервые был найден в 2000 году в Тугенских горах Кении. Возраст его составляет около 6 млн лет. В настоящее время на четырех участках обнаружено 20 окаменелостей. К ним относятся две части нижней челюсти, симфизы и несколько зубов, три фрагмента бедра, частичная плечевая кость, проксимальная фаланга и дистальная фаланга большого пальца. Кстати, у Араринов бедренные кости с явными признаками прямохождения, в отличие от косвенных у сахилантропов. А вот остальная часть скелета, кроме черепа, указывает на то, что он лазил по деревьям. Ростом Арарины были около 1 м 20 см. Помимо этого, сопутствующие находки указывали на то, что Арарины жили не в саванне, а в вечно зеленой лесной среде. Кстати, именно этот вид демонстрируют любители сенсации в антропологии, или сторонники идей о внеземном происхождении людей. Рассказывая, что 6 млн лет назад нас посетили инопланетяне. В качестве доказательств они отмечают, что у этого вида бедренная кость ближе к человеческой, чем у более позднего вида афарского австралопитека по имени Люси, возрастом 3 млн лет. Это действительно так, но объяснимо, что и сделали ученые еще пять лет назад, описав уровень примитивности сходства, и что он схож и с приматами, жившими еще 20 млн лет назад. Но в довесок к этому аргументу, ТВ-эксперты сообщают, что реконструированная форма лица у Арарина плоская и похожа на человеческую. И тут взгляните внимательно на изображения находок и найдите части из которых можно собрать лицо. Не видите? Я тоже, но они там есть по мнению авторов передач, при этом показывая фрагменты видео о совершенно других находках. Это рассчитано на то, что им доверяют сотни тысяч, а то и миллионы зрителей, и они не станут проверять. Вот так смешав правду и вымысел, получается сенсация, но только в умах их адептов, а их к сожалению немало. И это только один пример. Ордипитеки. Древний род гоминид, который жил 5,6-4,4 млн лет назад. На данный момент описано только два вида. Ордипитек кадаба и Ордипитек рамидус. Ордипитек кадаба найден в Эфиопии в долине реки Средний Аваш в 1997 году, а в 2000 году, севернее, были обнаружены еще немногочисленные находки. Находки представлены в основном зубами и фрагментами скелетных костей от нескольких особей, возрастом 5,6 млн лет. Более качественно описан следующий вид из рода Ордипитеков. Ордипитек рамидус или арди, что в переводе означает земля или корень. Останки Орди были впервые обнаружены недалеко от эфиопской деревни Арамис в 1992 году в Афарской впадине в долине реки Аваш. А в 1994 году было получено больше фрагментов, что составило 45% от общего скелета. Это очень значимая находка, которая сочетает в себе признаки и обезьяны, и человека. Возраст находок был определён на основе их стратеграфического положения между двумя вулканическими слоями и составил 4,4 млн лет. А в период между 1999 и 2003 годами учёные обнаружили кости и зубы ещё девяти особей вида Ордипитек рамидус на северном берегу реки Аваш в Эфиопии западнее от Хадара. Ордипитек похож на большинство примитивных, ранее признанных гомининов, но в отличие от них Ордипитек рамидус имел сохранивший хватательную способность большой палец стопы, приспособленный для лазания по деревьям. Однако учёные утверждают, что другие особенности его скелета отражают адаптацию к прямохождению. Как и у поздних гомининов, у Орди были уменьшены клыки, его мозг был небольшим, примерно как у современных шимпанзе, и около 20% от размера мозга современного человека. Зубы их говорят о том, что они питались как плодами, так и листьями без предпочтений, а это уже путь к всеядности. Что касается социального поведения, слабый половой деморфизм может указывать на снижение агрессии и конкуренции между самцами в группе. Но герамидусы хорошо подходят для ходьбы как в лесу, так и в условиях лугов, болот и озёр. Австралопитеки. Тут сразу нужно отметить, что есть ещё понятия австралопитековые, которые включают в себя ещё пять родов и разделяются на три группы. Ранние австралопитеки от семи до трёх и девяти миллионов лет назад. Грациальные австралопитеки от трёх и девяти до один и восемь миллионов лет назад. Массивные австралопитеки от двух и шести до ноль девяти миллионов лет назад. Но австралопитеки как род, это ископаемые высшие приматы, обладающие признаками прямохождения и антропоидными чертами в строении черепа, которые жили в период от четырёх и двух до один и восемь миллионов лет назад. Рассмотрим шесть видов австралопитеков. Анамский австралопитек считается предком человека, который жил около четырёх миллионов лет назад. Ископаемые были найдены в Кении и Эфиопии. Первая находка вида была обнаружена в 1965 году около озера Туркана в Кении. Ранее озеро имело название Рудольф. Затем в 1989 году на северном берегу Туркана были найдены зубы этого вида, но на территории современной Эфиопии. А уже в 1994 году обнаружили ещё около сотни дополнительных фрагментов от двух десятков гоминид, включая одну полную нижнюю челюсть с зубами напоминающими человеческие. И лишь в 1995 году на основе описанных находок был выделен вид, как анамский австралопитек, который считается потомком ордипитек Рамидус. А в 2006 году было объявлено о новой находке анамского австралопитека на северо-востоке Эфиопии, примерно в десяти километрах от места находок ордипитека Рамидуса. Возраст анамских австралопитеков около четырёх-четырёх с половиной миллионов лет. Анамский австралопитек считается предком следующего вида австралопитеков. Афарский австралопитек или австралопитек Афоренсис или Люси по имени первой находки. Является вымершим гоминидом, который жил между 3,9 и 2,9 миллионами лет назад. Афарский австралопитек австралопитек был тесно связан с родом Хома, как прямой предок или близкий родственник неизвестного общего предка. Сама же Люси возрастом 3,2 миллиона лет была обнаружена в 1974 году в Афарской котловине у деревни Хадар в Эфиопии 24 ноября. Люси была представлена почти полным скелетом, а имя Люси было навеяно песней Битлз «Люси в небесах с алмазами». Находки Афарских австралопитеков были также и в других населенных пунктах, таких как Омо, Мака, Фейдж и Белакдейли в Эфиопии и Коби Форы и Латагам в Кении. Представители вида имели клыки и маляры относительно большие, чем у современных людей, а мозг был еще маленьким, от 380 до 430 сантиметров кубических. Лицо же было с выступающими вперед губами. Анатомия рук, ног и плечевых суставов предполагает, что существа были частично древесными, а не только сухопутными. Хотя в общей анатомии таз гораздо более человекоподобный. Однако благодаря анатомическому строению ходить они могли уже прямой походкой. Прямохождение Афарского австралопитека как раз может быть связано с изменениями климата в Африке с джунглей на Саванну. В Танзании в 20 км от вулкана Садиман в 1978 году были обнаружены отпечатки ног семьи прямоходящих гоминидов, сохранившиеся в вулканическом пепле, к югу от Алдувайского ущелья. Основываясь на половом деморфизме разницы в размерах тела между мужчинами и женщинами, эти существа скорее всего жили в небольших семейных группах, содержащих одного доминирующего и более крупного самца и нескольких мелких размножающихся самок. Люси жила бы в групповой культуре, которая подразумевает общение. В 2000 году в районе Дикика были обнаружены останки скелета предположительно трёхлетнего ребёнка Афарских австралопитеков, который жил 3,3 млн лет назад. Эти австралопитеки, согласно археологическим находкам, использовали каменные инструменты для срезания мяса с тушь животных. Но это только использование, а не изготовление их. Австралопитек Бахр-Эль-Газальский или Абель. Ископаемый гоминин, впервые обнаруженный в 1993 году в долине Бахр-Эль-Газаль на археологическом объекте Коро-Торо в Чаде. Возраст Абель составляет примерно 3,6-3 млн лет. Находка состоит из нижнечелюстного фрагмента нижнего второго резца, как нижних клыков, так и всех четырёх его прималяров. В отдельный вид этот австралопитек попал благодаря своим нижним трёхкорневым прималярам. Также это первый австралопитек, обнаруженный севернее предыдущих, что говорит об их широком распространении. Африканский австралопитек был ранним гоминидом, жившим 3,3-2,1 млн лет назад, в позднем плеоцене и раннем плейстоцене. В отличие от предыдущего вида у него был больше мозг и более человекоподобные черты лица. Многие учёные считают, что он является предком современных людей. Африканский австралопитек был обнаружен только на четырёх участках в южной части Африки. Таунг в 1924 году, Стерхфонтейн в 1935 году, Мако Пансгат в 1948 году и Глэдис Вейли в 1992 году. Первая находка была представлена детским черепом, известным как Бэби из Таунга и описана Раймадом Дартом, который присвоил имя Австралопитек африканус, что означает южная обезьяна Африки. Он утверждал, что этот вид был промежуточным между обезьянами и людьми. Дальнейшие открытия подтвердили их выделение в новый вид. Этот австралопитек был двуногим гоминидом с руками немного более длинными, чем его ноги. Несмотря на его несколько более человекообразные черепные особенности присутствуют и другие более примитивные черты, в том числе похожие на обезьянье изогнутые пальцы для лазания. Но таз был более приспособлен к бипедализму, чем у предыдущего вида. Австралопитек Гархи возрастом 2,5 млн лет был обнаружен в Эфиопии в отложениях Баури. Гархи означает сюрприз на местном афарском языке. Впервые вместе с останками были обнаружены орудия труда, похожие на алдуванскую культуру обработки камня. Австралопитек Сидиба Это вид австралопитеков раннего плейстоцена, представлен ископаемыми останками, датированными примерно 2 млн лет. Этот вид известен по четырём неполным скелетам, обнаруженных на территории ЮАР, в месте под названием «Колыбель человечества» в 50 км к северо-западу от Йоханнесбурга, в пределах пещеры Малапа. Находка была сделана благодаря сервису Google «Планета Земля». Сидиба означает родник на языке Сото. Останки австралопитеков Сидиба, двух взрослых и одного младенца в возрасте 18 месяцев, были найдены вместе. Всего до настоящего времени раскопано более 220 фрагментов. Австралопитек Сидиба, возможно, жил в саванне, но диета включала фрукты и другие лесные продукты. Рост Сидиба составлял около 1 м 30 см. Первый экземпляр австралопитека Сидиба был обнаружен 9-летним Мэтью, сыном палеоантрополога Ли Бергера, 15 августа 2008 года. Найденная нижняя челюсть была частью молодого самца, череп которого был обнаружен позже, в марте 2009 года Бергером и его командой. Также в районе пещеры были обнаружены окаменелости разных животных, в том числе соблезубых кошачьих, мангустов и антилоп. Объём мозга Сидиба составлял около 420-450 см3, что примерно в три раза меньше, чем у современных людей. У австралопитеков Сидиба была удивительно современная рука, чья точность захвата предполагает использование и изготовление инструмента. Сидиба, возможно, принадлежал к поздней южноафриканской ветви австралопитеков, которая сосуществовала с уже жившими в то время представителями рода Homo. В настоящее время некоторые учёные пытаются уточнять датировки и искать связь австралопитеков Сидиба с родом Homo. Парантропы Род ископаемых высших приматов. Они были найдены в Восточной и Южной Африке. Также их называют массивными австралопитеками. Находки парантропов датированы от 2,7 до 1 млн. лет. Эфиопский парантроп или эфиопский австралопитек. Вид был описан по находке 1985 года в районе озера Туркана, Кения, известный как чёрный череп из-за тёмной окраски благодаря содержанию марганца. Череп датирован 2,5 млн. лет, но позже к этому виду отнесли и часть нижней челюсти, обнаруженной в 1967 году в долине реки Омо, Эфиопия. Антропологи полагают, что эфиопские парантропы жили между двумя и семью, двумя и пятью млн. лет назад. Они были довольно примитивными и имеют много общих черт с афарскими австралопитеками. Возможно, они были их прямыми потомками. Особенно их чертой были сильно выпирающие вперёд челюсти. Этот вид, как полагают учёные, расходится от линии Омо на эволюционной ветви дерева гоминид. Парантроп Бойса. Он же австралопитек Бойса, он же щелкунчик. Это был ранний гоминид, описанный как самый большой из рода парантропов. Они жили в Восточной Африке в эпоху Плейстацена, примерно с 2-4 до 1,4 млн. лет назад. Самый большой череп обнаружен в Конце в Эфиопии и датируется в 1,4 млн. лет. Ростом они были 1,2-1,5 м, а весили от 40 до 90 кг. Хорошо сохранившийся череп Парантропа Бойса был впервые обнаружен в Алдувайском ущелье в Танзании в 1959 году и ему было дано имя щелкунчик из-за его больших зубов и толстой эмали. Он был датирован в 1,750,000 лет. А спустя 10 лет в 1969 году сын первооткрывательницы щелкунчика Мэри Лики Ричард обнаружил еще один череп Парантропа Бойса в Коби-Фора у озера Туркана в Кении. Судя по строению челюстей они питались массивной растительной пищей, а обитали в лесах и саваннах. По строению черепа ученые считают, что мозг у этих парантропов был довольно примитивным, объемом до 550 кубических сантиметров. Парантроп массивный или Парантроп робитус Первый череп этого вида был обнаружен в Крамдраае в Южной Африке в 1938 году. Школьникам, который позже обменял его на шоколад антропологу Роберту Бруму. Парантропы или массивные австралопитеки были двуногими гоминидами, которые, вероятно, произошли от грациальных австралопитеков. Они характеризуются прочными черепными коробками и гориллоподобными черепными гребнями, которые предполагают сильные жевательные мышцы. Жили они между двумя и одним миллионом двухстами тысячами лет назад. Останки массивных парантропов были найдены только в пределах Южной Африки в Кромдраае, Свардкранц, Дримален, Гондолин и Куперс. В пещере Свардкранц были обнаружены останки 130 особей. Исследования зубов показали, что массивные парантропы редко доживали до 17-летнего возраста. Примерный рост самцов составлял около 1 метра 20 сантиметров, а вес их был примерно 54 килограмма. А вот самки были ростом чуть менее 1 метра и весили около 40 килограмм, что указывает на достаточно большой половой диморфизм. Размер мозга у них составляет от 410 до 530 кубических сантиметров. Питались они скорее массивной пищей, такой как клубни и орехи, возможно из открытых лесов и саванн. Кинеантропы. Это род гоминид, живших от 3,5 до 3,2 миллионов лет назад в Плеоцене. Этот род представлен одним видом кинеантропом-плоскалицем. Однако некоторые ученые считают его отдельным видом австралопитеков, как австралопитек-плоскалицей, а другие относят его к афарским австралопитекам. Кинеантроп-плоскалицей был найден на кенийской стороне озера Туркана в 1999 году. Эти кинеантропы жили от 3,5 до 3,2 миллионов лет назад. Этот вид остается загадкой и наталкивает на мысль, что около 3,5-2 миллионов лет назад было несколько человекоподобных видов, каждый из которых хорошо адаптировался к жизни в определенной среде. Род люди или Homo включает как вымерших видов, так и человека разумного Homo sapiens. Вымершие виды классифицируются как предки, в особенности человек прямоходящий Homo erectus, или как тесно связанные с современными людьми. Самые ранние представители рода на данный момент датируются двумя с половиной миллионами лет. Homo gaotengensis Это вид гомининов, который был выделен в 2010 году после свежего взгляда на череп найденный еще в 1977 году в пещере Стерхфонтейн, в Йоханнесбурге, Южная Африка, провинция Готенх. Этот вид представлен южноафриканскими ископаемыми гомининами, ранее причисляемыми к человеку умелому Homo habilis, к человеку работающему Homo ergaster или в некоторых случаях к австралопитекам. Но австралопитек сидиба, который жил в одно и то же время с Homo gaotengensis оказался гораздо более примитивным. Идентификация Homo gaotengensis была выполнена по осколкам черепов, зубам и другим частям, найденным в разное время в пещерах на участках под названием колыбель человечества в Южной Африке. Самые старые экземпляры датированы в 1,9-1,8 миллиона лет. Самые молодые экземпляры из фарктранса датируются примерно от 1 миллиона до 600 тысяч лет. Согласно описанию, Homo gaotengensis имел большие зубы, подходящие для пережевывания растений, и небольшой мозг, скорее всего, он употреблял преимущественно растительную пищу, в отличие от Homo erectus, Homo sapiens и, вероятно, Homo habilis. По мнению ученых, он производил и использовал каменные орудия. И судя по сожженным костям животных, найденных с останками Homo gaotengensis, эти гоминины пользовались огнем. Ростом они были чуть выше 90 см, а вес их был около 50 кг. Homo gaotengensis передвигался на двух ногах, но также проводил значительное время на деревьях. Возможно, питался, спал и укрывался от хищников. Человек Рудольфский Homo rudolfensis. Вид рода Homo, живший 1,7-2,5 миллиона лет назад. Впервые был обнаружен в 1972 году на озере Туркана в Кении. Однако впервые останки были описаны в 1978 году с советским антропологом Валерием Алексеевым. Останки также были найдены в Малаве в 1991 году и в Кобе-Фора, Кения в 2012 году. Человек Рудольфский сосуществовал параллельно с Homo habilis или человеком умелым и они могли взаимодействовать. Возможно, является предком для более поздних видов Homo. Человек умелый – Homo habilis. Вид ископаемых гоминид, который считается представителем наших предков, живший примерно с 2,4 до 1,4 миллиона лет назад, в период Геласского плейстоцена. Первые находки были обнаружены в Танзании в 1962-1964 годах. Homo habilis считался самым ранним известным видом рода Homo до открытия Homo gaoutengensis в 2010 году. Homo habilis был невысоким и имел непропорционально длинные руки по сравнению с современными людьми, но с более плоским лицом, чем у австралопитеков. Объём его черепа составлял менее половины по сравнению с современными людьми. Его находки часто сопровождаются примитивными каменными орудиями алдувайской культуры. Отсюда и название «человек умелый». А если описывать проще, то тело хабилисов напоминает австралопитековых с более человекоподобным лицом и меньшими зубами. Был ли Homo habilis первым гоминидом, владеющим технологией каменных инструментов, остаётся спорным, так как австралопитек Гархи, датированный двумя и шестью миллионами лет был найден вместе с похожими каменными орудиями труда, а он как минимум на 100-200 тысяч лет старше, чем Homo habilis. Homo habilis параллельно жил с другими двуногими приматами, такими как Парантроп Бойса. Но человек умелый, возможно благодаря использованию инструмента и в большей степени разнообразной диеты, судя по анализу зубов, стал предшественником целой линии новых видов, тогда как останки Парантропа Бойса больше не встречались. Также Homo habilis, возможно, сосуществовал с Homo erectus около 500 тысяч лет назад. Человек работающий, или Homo ergaster, вымерший, но один из самых ранних видов Homo, который жил в Восточной и Южной Африке во время раннего плейстоцена 1,8-1,3 млн лет назад. Человек работающий назван благодаря его передовым технологиям ручных инструментов. Он иногда упоминается как африканский Homo erectus. Некоторые исследователи считают человека работающего родоначальником ашельской культуры, в то время как другие учёные в пальму первенства присуждают ранним эректусам. Также есть свидетельства использования ими огня. Впервые останки были обнаружены в 1949 году на юге Африки. А самый полный скелет был обнаружен в Кении на западном берегу озера Туркана. Он принадлежал подростку и его назвали мальчик из Турканы, или нарикотомобой. Возраст его составил 1,6 млн лет. Часто эта находка классифицируется как Homo erectus. Считается, что Homo ergaster отклонился от линии Homo habilis между 1,9-1,8 млн лет назад и существовал около полумиллиона лет в Африке. Учёные также считают, что они быстро становились половозрелыми ещё в юности. Его отличительной особенностью также был довольно высокий рост, около 180 см. Человек работающий также отличается меньшим половым диморфизмом, чем у австралопитеков, а это может означать более просоциальное поведение. Мозг его уже был больше, до 900 см3. Некоторые учёные полагают, что они могли использовать протоязык, основываясь на строении шейных позвонков. Но это на данный момент только предположение. Дмонисийский гоминид Homo georgicus или Homo erectus georgicus – это первый представитель рода Homo, покинувший Африку. Находки, датированные в 1,8 млн лет, были обнаружены в Грузии в августе 1991 года. Описывались в разные годы также, как человек грузинский Homo georgicus, Homo erectus georgicus, дмонисийский гоминид дмонисий, и как человек работающий Homo ergaster, но был выделен в отдельный вид. А их совместно с эректусами и эргастерами также часто называют архантропами. Или если сюда добавить ещё гильдербейджского человека Европы и синантропа из Китая, то уже получатся пятикантропы. В 1991 году Дэвидом Лорд Кипонидзе наряду с древними человеческими останками были найдены орудия труда и кости животных. Объём мозга дмонисийских гоминид составляет примерно 600-700 кубических сантиметров, в два раза меньше, чем у современных людей. Это самый маленький мозг гоминида, который был найден за пределами Африки, кроме флоресского человека Homo floresiens. Дмонисийский гоминид был двуногим и ниже ростом по сравнению с аномально высокими эргастерами. Средний рост мужских особей составлял около 1 метра 20 сантиметров. Состояние зубов указывают на всеядность, но среди археологических находок свидетельств использования огня не обнаружено. Возможно является потомком Рудольфского человека. Человек прямоходящий Homo erectus или просто erectus. Это вымерший вид гоминидов, которые жили с конца плеоцена до позднего плейстоцена, примерно от 1,9 млн до 300 тыс. лет назад. А около 2 млн лет назад как раз изменился климат в Африке на более сухой. Длительное время существования и миграции не могли не создать множество различных взглядов ученых на этот вид. По имеющимся данным и их интерпретации, вид возник в Африке, после мигрировал в Индию, Китай и до острова Ява. В целом Homo erectus расселился по теплым частям Евразии. Но некоторые ученые предполагают, что эректусы появились в Азии и лишь затем мигрировали в Африку. Эректусы существовали более миллиона лет, дольше чем другие виды человека. Классификация родословная Homo erectus довольно спорная, но выделяют некоторые подвиды эректусов. 1. Петикантроп или яванский человек. 2. Йоньмаусский человек. 3. Лантянский человек. 4. Нанькинский человек. 5. Синантроп или пекинский человек. 6. Мегантроп. 7. Явантроп или солойский человек. 8. Человек из Татавеля. 9. Дмонисийский гоминид. 10. Человек из Бильцинс-Слебен. 11. Атлантроп или мавританский человек. 12. Человек из Щерпана. 11. Некоторые ученые выделяют его, как и многие другие подвиды, в отдельный вид. Но находка 1994 года в окрестностях Рима представлена лишь черепной коробкой, поэтому мало данных для более тщательного анализа. 11. Человек прямоходящий не зря получил свое название. Его ноги были приспособлены как для ходьбы, так и для забега. Температурный обмен был увеличен за счет более редких и коротких волос на теле. Вполне возможно, что эректусы уже стали охотниками. Более мелкие зубы могут указывать на изменения в диете, скорее всего за счет обработки пищи огнем. А это уже путь к увеличению мозга, объем которого у эректусов варьировался от 850 до 1200 см3. Ростом они были до 178 см. Половой деморфизм эректусов был меньше, чем у предшественников. Жили они в группах охотников-собирателей, совместно охотились. Использовали огонь как для тепла и приготовления пищи, так и для отпугивания хищников. Изготавливали инструменты, ручные рубила, отщепы и в целом были носителями ашельской культуры. В 1998 году высказывались предположения, что они строили плоты. Человек-предшествующий. Вымерший человеческий вид, возрастом от одного и двух миллионов до восемьсот тысяч лет, был найден в Сьераде-Тапуэрко в 1994 году. Охаменелась верхней челюсти и части черепа возрастом в 900 тысяч лет, обнаруженная в Испании, принадлежала мальчику максимум 15 лет. Рядом было обнаружено множество костей как животных, так и людей, с отметинами, которые могут указывать на каннибализм. Почти все съеденные были подростками или детьми. При этом свидетельств, указывающих на недостаток пищи в окрестностях в то время, обнаружено не было. Ростом они были примерно на 160-180 см, а весили около 90 кг. Объём мозга человека предшествующего составлял около 1000-1150 кубических сантиметров. Учёные предполагают зачаточные способности к речи. Гильдербергский человек или протантроп, вымерший вид рода Homo, который может быть прямым предком как неандертальцев, если рассматривать его развитие в Европе, так и Homo sapiens, но только в Африке. Обнаруженные останки были датированы от 800 до 150 тысяч лет. Первые находки этого вида были сделаны в 1907 году Дэниэлем Хартманом в деревне Мауэр на юго-западе Германии. После чего представители вида были обнаружены во Франции, Италии, Испании, Греции и Китае. Также в 1994 году открытие было сделано в Англии, в районе деревни Боксгроув. Отсюда и название «Человек иксбоксгроув». Однако встречается и название местности «лошадиная бойня», предполагающее разделывание туш лошадей при помощи каменных инструментов. Гильдербергский человек использовал инструменты ашельской культуры, иногда с переходами в мустьерскую культуру. Ростом они были в среднем 170 сантиметров, а в Южной Африке случались находки особей ростом 213 сантиметров и которые датировались от 500 до 300 тысяч лет. Гильдербергский человек возможно был первым видом, который хоронил своих умерших. Эти выводы основаны на 28 останках, найденных в Атапуэрке Испании. Возможно использовал язык и красную охру в качестве украшения, что подтверждается находками в Терра Амата Близнецы на склонах горы Борон. Анализ зубов предполагает, что они были правшами. Гильдербергский человек был продвинутым охотником, судя по орудиям охоты, таким как Копья и Шонингена в Германии. Родезийский человек, вымерший под вид гомининов, живший от 400 до 125 тысяч лет назад. Ископаемый череп Кабве представляет собой типичный экземпляр этого вида, найденный в пещерах Брокенхилл в Северной Родезии, ныне Замбия. Швейцарским шахтером Томом Свиглааром в 1921 году ранее выделялся в отдельный вид. Родезийский человек был массивным, с очень большими бровями и широким лицом. Иногда его называют африканским неандертальцем, хотя у него промежуточные черты между сапиенсами и неандертальцами. Флорис Бат или Homo Helmi описывается как архаичный Homo sapiens, живший 260 тысяч лет назад. Представлен частично сохранившимся черепом, который был обнаружен в 1932 году профессором Дрейером в пределах археологического и палеонтологического объекта Флорис Бат близ Блумфонтейна в Южной Африке. Это может быть промежуточная форма между гильдербергским человеком и человеком разумным. Флорис Бат был такого же размера как и современный человек, но с большим объёмом мозга около 1400 см3. Неандерталец вымерший вид или подвид в пределах рода Homo тесно связан с современными людьми и неоднократно с ними скрещивался. Термин неандерталец происходит от современного написания долины Неандер в Германии, где этот вид был впервые обнаружен в пещере Фельдхофер. Неандертальцы существовали по генетическим данным от 600 тысяч лет назад, а по археологическим находкам от 250 до 28 тысяч лет назад с последним пристанищем в Гибблартаре. Находки в настоящее время интенсивно изучаются и более подробно описывать не имеет смысла, так как к этому виду я буду ещё возвращаться и возможно не раз. Homo naledi окаменелости были обнаружены в 2013 году в камере Dinaledi системы пещер «Восходящая звезда» провинции Гаутенг в Южной Африке и были быстро признаны останками нового вида в 2015 году и отличающимися от останков найденных ранее. В 2017 году находки датированы от 335 до 236 тысяч лет. Останки 15 особей, как мужского, так и женского пола были извлечены из пещеры, среди них были и детские. Новый вид назвали Homo naledi. Он имеет неожиданное сочетание современных и примитивных особенностей, включая довольно небольшой мозг. Рост naledi был около полутора метров. Объём мозга от 450 до 610 кубических сантиметров. Слово naledi означает звезда на языке сотоцвана. Человек-флореский или хоббит, вымерший карликовый вид рода Homo. Человек-флореский жил от 100 до 60 тысяч лет назад. Археологические останки были обнаружены Майком Морвудом в 2003 году на острове Флорес в Индонезии. Неполные скелеты девяти особей были восстановлены, включая один полный череп из пещеры Лианг-Боа. Отличительной особенностью хоббитов, как можно понять из названия, является их рост около одного метра и маленький мозг около 400 сантиметров кубических. Каменные орудия труда были найдены вместе с останками скелета. По поводу человека-флореского до сих пор идут споры, мог ли он с таким маленьким мозгом изготавливать инструменты. Выдвигалась теория, что найденный череп это микроцефал, но скорее всего этот вид эволюционировал от эректусов или других видов в условиях изоляции на острове. Денисовский человек или Денисовец. Это палеолитические члены рода Homo, которые принадлежат к ранее неизвестному виду человека. Считается, что это третий человек из плейстоцена, который продемонстрировал уровень адаптации, который ранее считался уникальным для современных людей и неандертальцев. Денисовцы занимали большие территории, простирающиеся от холодной Сибири до влажных тропических лесов Индонезии. В 2008 году российскими учеными в Денисовой пещере или Аюташ в Алтайских горах была обнаружена дистальная фаланга пальца девочки, из которой позже удалось выделить митохондриальную ДНК. Хозяйка фаланги жила в пещере около 41 000 лет назад. Эта пещера также была заселена неандертальцами и современными людьми в разное время. В целом находок не так много, включая зубы и часть фаланги пальца ноги, а также различные орудия труда и украшения, в том числе браслет, не из местного материала. Анализ митохондриальной ДНК кости пальца показал, что денисовцы генетически отличаются от неандертальцев и современных людей. Недавние анализы также показали, что они пересекались с нашим видом и даже неоднократно скрещивались в разные периоды. До 5-6% ДНК меланезийцев и австралийских аборигенов содержат примеси денисовцев, а у современных неафриканцев около 2-3% примеси. В 2017 году в Китае были найдены фрагменты черепов с большим объёмом мозга до 1800 кубических сантиметров и возрастом 105-125 тыс. лет. Некоторые учёные опираясь на их описание предположили, что они могли принадлежать денисовцам. Но эти версии на данный момент являются спорными. Идалту или Homo sapiens idalto. Вымерший подвид Homo sapiens, который жил примерно 160 тыс. лет назад в Африке. Идалту означает первенец. Ископаемые останки Homo sapiens idalto были обнаружены в 1997 году Тимом Уайтом в Хертабуре в Эфиопии. Хотя морфология черепов указывает на архаичные черты, которые не встречаются в более поздних Homo sapiens, однако они ещё рассматриваются учёными, как прямые предки современных Homo sapiens sapiens. Человек разумный или Homo sapiens вид семейства гоминид из большого отряда приматов и является единственным живым видом этого рода, то есть нами. Если кто-то это читает или слушает не из нашего вида, напишите в комментариях. Представители вида появились впервые в Африке около 200 или 315 тыс. лет назад, если учитывать последние данные из Джебель-Ирхут, но там ещё много вопросов, после чего распространились почти по всей планете. Хотя в более современном виде как Homo sapiens sapiens, но очень разумный человек, появился чуть более 100 тыс. лет назад, по мнению некоторых антропологов. Также в ранние времена параллельно с людьми развивались и другие виды и популяции, как к примеру неандертальцы и денисовцы. А также Солойский человек или Явантроп, человек из Нгандонга и человек из Калао, а также другие не вписывающиеся в вид человека разумного, но по датировкам, жившим в то же время, как к примеру человек из оленей пещеры. Это вымершая популяция людей, самых поздних из известных науки, которая не вписывается в рамки изменчивости Homo sapiens и возможно принадлежит другому виду рода Homo. Обнаружены они на юге Китая, в Гуанси, в Джуаньском автономном районе, в пещере Лунлин в 1979 году. Возраст останков от 11,5 до 14,3 тыс. лет, хотя они вполне могут быть результатами метизации между различными популяциями жившими в тот период. Эти вопросы ещё будут обсуждаться на канале, поэтому краткого описания пока достаточно. А теперь, кто посмотрел видео от начала до конца, поставьте букву P в комментариях, а если частями, то че, только по-честному.